Дай почитать. Писал стихи, рассказы, очерки, сценки, повести, пьесы, романы, но его герои не одномерные карикатуры, а полнокровные живые люди, черты характера и поведение которых угадывается и в наших современниках. В книгу «Неунывающие россияне» вошла повесть «Две неволи», рассказ «Конавал», очерк «Человек Божий» и зарисовки с натуры, и жизни забитого человека, наше дачное прозябание, картинки с натуры. Говорят, что Лейкин написал тысячи рассказов. Некоторые утверждают, что якобы 10 тысяч, а еще 36 романов и повестей и 11 пьес. Но не все они равнозначны по своей художественности. Лейкин был тогда очень знаменитым журналистом. Издавал и редактировал журнал «Осколки», в котором, напомню, по 8 копеек за строчку, печатал свои первые рассказы Антон Павлович Чехов. Лейкин его труд не жаловал и называл опыты будущего выдающегося писателя и драматурга литературным товаром. А если ему нравилось, то шикарными вещичками. Но о себе самом Лейкин говорил как о талантливом маленьком Салтыкове Щедрине. Кстати, Салтыков Щедрин считал, что произведение Лейкина – материал, имеющий скорее этнографическую, нежели билетеристическую ценность. «Неунывающие россияне» – очень смешная, местами трогательная, иногда трагичная книга не про глупых русских, а про находчивых и жизнестойких. Писатель в паре дачных реплик показывает все мировоззрение, всю душу простого русского человека. Вот показательный разговор между мужиками и немцем, решившим, что он славянского племени. «Я славянин, я чех, я ненавижу немцев. Ой, немец, ты вон в церковь не ходишь, а в кирку. Чех, говорю вам, славянского племени, а что до религии, то это все равно». Мужики улыбаются. «Нет, коли ты русский, то ты молись по-русски». Кстати, именно эту книгу за несколько месяцев до казни читал Николай II и про себя, и в том числе вслух своим детям. Его привлекли рассказы о простой и легкой жизни, о дачниках и их ссорах, о походах к зубному врачу, о разных бытовых мелочах. 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать! Субтитры создавал DimaTorzok